а вот вам главный вход в ямок смотрите на всех языках ног на всех на нескольких языках а русского нету велкам бен винидус великумен иероглифы не знаю как прочитать и в конце на французском бен винив кстати самый первый язык китайский хотя может корейский ща мы посмотрим чудо до нас имеется музей музей перенен шатофор описание описание так здесь на входе нас предупреждают что нужно билетики сохранять потому что я так понимаю в любой момент там где-то контроль может быть вот мы уже прошли кассу там внутри и заходим по лесенке будем подниматься туда наверх а там уже людишки тусуются что еще кстати примечательно видите там вот когда я говорил в начале что не было надписи на русском на но на этой стене оказалось что и внутри когда вы покупаете билетик вам такие гидики маленькие брошюрочки такие дают они спрашивают на каком языке вы хотите и оказалось что и там русского языка нет это довольно странно есть не знаю все она начала перечислять какие английские польские там какие вы хотите но от русского почему-то нет это немножко странно ну ладно как есть так есть мы взяли мы решили взять французскую так поднимаемся выше уже уже вид интересный но пока еще так все простенького там вид красиво ведь там горы другие видно таким ступенечкам выше и выше пальма растут вот какой-то герб интересный птица рыбу хавает едем выше хух по лесенке давно не поднимался это не так-то просто оказывается но как чувствуешь себя рыцарем средневековым уже вставляешь здесь ходили в таких железных доспехах оттуда выглядывали стрелами стреляли наверно куда-нибудь так это кто тут написал идем выше ну вот еще один видок здесь окошки конечно дико маленькие в них не сильно рассмотришь сейчас будем я же запыхался по лестнице курить бросать а сюда вот вам люр да через такое маленькое окошко ведь почти как две моих руки кто-то здесь выглядывал 500 лет назад я не знаю насколько хорошо камера сейчас увидит это вот там вот в облаках высвечены еще одна гора очень красиво смотрится здесь здесь класс но мы пойдем еще туда вышел и шаршин маленькие то закоулочки прикольно посмотрите здесь даже подъемный мост такой есть не так что-то конечно высоко на этом мосту закрыто конечно видно что лакированные свежим может быть даже дерево скорее всего дерево поменены вот эти штучки настоящие мне кажется хотя кто знает кто знает сказывается постоянно езда на машине вот тут еще чуть-чуть видок правда забор мешать на на самый верх забраться там красиво наверху дерево а такой полянки так и здесь у нас что щит и меч вау ничего себе коньяка можно на коньяки поездить бумажки наши бумажки не забывай так вот мы заходим в первую комнату экспозициончик такой кухни старинная кухни вы блин я испугался этому дед живой так вот и жили в замке смотрите он шаверма висит у них а вон какие начищенные медные медная посуда блестит сияет так вот этот шкаф это у нас оказывается такое старинное французское приданное все когда женились они должны были делать вот такой шкаф такой обычай старинный его делали прямо в доме он очень тяжелый переносить я думаю его любые грузчики будут вас материть долго и нудно переносить его и сложно с разными гербами со значками здесь герб отто перене нашего региона ну и в общем то посуду умывальники он же показывал вот это вот на вертеле это какой-то пирог знаменитый модный пирог который очень дорогой на какие-то праздники там вообще толком не знаю неважно это на самом деле вкусный наверно крутой пирог крутится мне нравится вот как они огонь сделали как будто действительно горит хотя на самом деле какая-то имитация там просто крутится вот пластмасское что-то так смотрите сюда видите надпись цистерна практически и вот такое маленькое окошко что здесь происходит здесь висит ведрышко которым набирают воду вот там внизу есть вода это в общем-то единственный способ как бы сбора воды в этом замке то есть дождевая вода там по каким-то штукам где-то собирается истекается вся вот сюда ну и вот видите пили раньше особо не парились никаких очистительных приборов не было вот пили такую воду грубо говоря дождевую какое эхо там интересное я так понимаю это просто что это такое макеты церквей от топирины а кстати здесь должна быть та самая глиза в которой мы уже были вот так похоже на нее и вот забыл как она называлась блин нет это не она по моему стильные какие-то афиши люди интересно а 52 года фишка смотрите у нее фишка как бы рекламный плакат я так понимаю что такое старые рекламные плакаты вот это круто я обожаю такие бумажки вот он тот самый знаменитый вот крот там находится помните мы были у нас в ролик про алюрды мы вот там ходили наверх поднимались прикольно еще один забавно даже все рисовали понятно что это сейчас за ламинирована там все такое на самом-то деле это художники прямо рисовали я не думаю что она там перепечаталась как-то в 50 хотя нет почему уже тогда умели не знаю в общем не буду врать потому что не знаю сам здесь еще вот она круто смотрите в каких башмачках раньше ходили модные наверное дорогие деревянные с кожаной сверху такой оплёточкой 20 начало 20 века обалдеть я представляю какие они были удобные так что если вам сейчас что-то трет просто вспомните в чем люди ходили раньше вот еще несколько афишек желез газов здесь неподалеку есть деревня это вообще 1894 год да ладно добыть такого не может нет это что-то не то это сезон может быть не может быть такие фиши были в 1894 хотя хотя почему нет уже даже автомобили в то время начали появляться да наверно здесь темновато довольно таки надеюсь вам видно смотрите какие резные всякие полонечки непонятные формочки вот эти три прибора предназначены для овец эти ножницы чтобы их стричь бутылочка чтобы кормить маленьких а вот этот вот ошейник просто ошейник для овец выходим снова наружу уже вижу витражи интересные все идем дальше опять узенькие приузенькие окошки ну современные лампы ладно блин как тут узко тебе бог ты блин можно и перепугаться смотрите здесь чучело разных животных конечно мы как это маленькая крыска бурундук фауна пиренейская волк перекошенный морда медведь такой довольно маленький ладно идем дальше вот у нас догоняют уже вау тут прикольно такой коридорчик с дыркой чик 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 так снова выходим на свет тут какие-то старые двери со старой так она в дырочку может что вам видно мне ничего не видно там какой-то хлам старые деревяшки пилы какие-то валяются кстати довольно забавно посмотрите тут больше дырка есть может это открыть можно закрыто так 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 по моему начинаются интересности виды вот такие и ууу какой красота нам ляпота Так Блин, тут можно заблудиться В этих Закоулочках одного Несчастного домика старинного И сразу вспомнилась игра Ziv War В таких похожих антуражах бегал Да, это больше, конечно, похоже на Город какой-то, а не один Всего лишь домик Не спеши, не спеши Нормально, поднимайся потихоньку Вау Слушайте, по-моему, сейчас будет очень красиво Я уже вижу тут церковь Это шесть, а мы должны Зайти за печатки еще Так, на шесть нам еще рано У нас пятого мы еще не видели Ну все, готовьтесь Сейчас, наверное, будет эпичный звук Уже сумасшедший, оттуда весь шум А, это река Вау Слушайте, круто Вон кладбище, смотрите Такой здоровый кусок Горы, шморы Вон та самая циркушка И это, в общем-то, город Плюрды Ну, он еще в ту сторону есть Там тоже красиво Вау Вау-вау-вау Слушайте, прикольно Очень, я представляю Тут выходили Короли Ну, не короли Кто там жили Бароны какие-нибудь С вином С бокалом вина Осматривали эти виды А там где-нибудь на горе Зажигался сигнальный костер Обалдеть Так я запыхался Надеюсь, у вас тоже красиво На экране Потому что в реальности Это очень Очень-очень круто Вижу монетку Кто-то бросил Блин, река Шумит так сильно Даже сюда слышно Хотя она довольно далеко Теперь бы еще камеру не потерять Очень красиво Очень симпатично Так, снова будочка Ну, тут и так видно В принципе Блин Чувствую себя каким-то Древним Бароном Мюнхгаузеном Вот там вот Мы только что ехали Вот по этой дороге Там машины Мы туда проехали Там поставили Тут пешочком Прошли Вот там вот, кстати Где она Эта улица Так, это Вот тут Где-то Я стаж проходил Вот там Где-то Между теми домиками Куда я сейчас показываю Прикольно С высоты Совсем все по-другому Смотрится Вот там, кстати В ролике про Люрду По-моему Как раз Когда мы ехали Там буквально Или это не про Люрду Не, про Люрду Да Я там еще делал паузу Кто помнит Кто заметил Церковь была Вот Ну, вам, наверное, вообще Ее не видно Вот ровно сейчас Я на нее пальцем Ну, такие золотые Купола Я думаю Здесь больше ничего Такого нет Это Украинская католическая церковь На ней прям Такая вывеска Ну, я вам делал Такой стоп-кадр Даже Когда мы проезжали Табличка Украинская церковь Вот она здесь Находится Недалеко от этой Базилики Базилики И от этого Собственно Замка В общем В Люрде она находится Ну, вот это, конечно Наверное, самая главная Достопримечательность Это средневековые туалеты Видите, какие они И там они Прям с высоты Просто в воздух Наверное, именно отсюда И пошло выражение Лучше нет красоты Чем С высоты Блин Жесть Зато вид какой Представляете Туда так Посматриваешь А там Высота Красота Ну, я люблю Такие Закарлички Старинные И вот еще Тысяча Тысяча Пятьсот Семьдесят Девятый Тысяча Пятьсот Семьдесят Девятый Почти мой День рождения Только на Четыреста лет Старше Всего лишь на Четыреста лет Делов-то А вот еще Для лошадей Может быть Водопой Хотя я не уверен Здесь вот краник есть Так, ну мы Такой кружок Сделали Сначала туда Вот мы здесь Проходили Сначала шли туда Светов божьё вокруг Теперь мы Я так понимаю Пойдем Вон туда Так, в этом зале У нас Штука под названием Ки Это Ну вот Кто смотрел У нас ролик Про питанку То это вот Ранний вариант Тоже какая-то Очень известная В передних Игра Вот даже на фотографии Видно Как они в ней играли Надеюсь Не отсвечивается Статуэтка есть Кимица шарами Я правил Конечно же Не знаю Но Вот как-то Они этими штуками Расставляли Там что-то делали Еще одна фотография Так Вот здесь Еще одни Экспонатики Сами видите Ножницы Гребешки Или это не Гребешки Вот не знаю А вот это Шамбра Была кровать На ней рожали И умирали Вот такая вот штука Идем дальше Это меня Я спешу Потому что меня догоняют Там за нами Еще толпа Туристов идет Будут Триндить На итальянских языках Еще какие-то Это мельница Какая-то Я так понимаю Ручная Здесь у нас Свечки Вот это все Это все Свечи Это все Воск Накручивались Такими большими Большими Очень Вон там даже Висящая Эта штука Это тоже Свечи Вот это Это все Сделано Для того Чтобы она горела Максимально Долго Я так понимаю Когда здесь Когда кто-то умирал Наверное Кто-то важный Я так думаю Хотя То вот эти свечи Зажигались Они должны были Гореть Максимально Долго Вот смотрите Как в те времена Одевались Точнее Не только в те времена Еще и В этом регионе Вот такие Вот были Наряды Стильные Я так понимаю Эти статуки Восковые Довольно Они стрёмно Смотрятся Кажется Сейчас поднимут Голову Посмотрим на меня Прям реально Как-то Как-то Стремно Еще один Шкафчик Комодик И снова Виды Виды Конечно Здесь самое Крутое Это вот эти Виды О Смотрите Какая посуда Фарфоровая Я так понимаю Очень много Не кладбище А эти Надгробные плиты Стоят Внизу Здесь тоже Какой-то Рукомойник Или что Это умывальник Здесь есть Несколько Древних Находок Некоторые Из них Это 18 век Вот его Представьте Вот ему 18 век Ему уже Больше 300 лет А здесь Есть фотография Кстати Фотография Это настоящая Фотография Той самой Бернадетты Святой Которой Ну Которой Я вам рассказывал Если вы не в курсе Не буду повторяться Посмотрите Ролик про Люрду Я там рассказывал Чем В общем-то Почему Люрда Стала знаменитым местом Это вот как раз Благодаря Вот этой вот Женщине Или девушке Так Мы уже С 16 штуки Подходим Вон туда Идем На красивое По-моему Я так понимаю Это самое центральное Самое главное Часть Замка Если я не ошибаюсь Ух ты Какой там Интересный На лыжах Как будто Лыжник прыгает Маленькая Статуэтка Так Входим мы В эту штуку Оказывается Это тюрьма Была То есть Не самая Главная Часть замка Но все же Интересно И вот здесь 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 темно Здесь включается свет Видите Это такая Карцер Такой своеобразный Или что-то В той комнате Здесь сидели Заключенные И это Идти неудобно Так поднялся Где-то Поворотов Десять Тут сложно Этажи Понимать Но Вот видите Табличка С надписью Тюрьма Семнадцатого Семнадцатого По восемнадцатый Века Идем еще выше В очередной раз Запыхался Дошел до верха Довольно долго Поднимался И вот она Самый верхний этаж Здесь фотки Реставрации Я так понимаю Я вам хочу сказать Что бедные работяги Которые здесь работали Вот здесь инструменты Их они здесь По камню Работы по камню проводили Мрамор Обрабатывали Всякие вот эти штуки Но Бедняки им каждый день Приходилось По этой лестнице Подниматься Дурацко На ней реально Идешь все время Вот так в круг Очень узкие Ступеньки Реально голова кружится Когда не поднимаешься И Ну Неудобно Ногами становиться Но мы сейчас находимся На самой высокой точке Этого замка В 1300 Каком-то году Была эта штука построена И что еще Забавно Уж понимаете Вот сейчас здесь Эти стекла есть Раньше здесь просто были дырки То есть здесь еще И ветер был А если какая-нибудь Плохая погода Представьте Жесть По-моему 184 ступеньки Надо было преодолеть Если не ошибаюсь Сейчас надо как-то вниз Еще по ним спускаться А если люди поднимаются То довольно сложно Разминуться Еще несколько миниатюрок Хотя эти уже Не настолько маленькие Но все равно Не в натуральный размер Прикольно Прикольно Мне кажется Самое Классное Здесь В этом замке Это вот этот вид Вот когда здесь Разошлись Немножко люди Я так само Остался Стою Смотрю на эти горы И представляю Как пятьсот Триста лет назад Здесь кто-то Стоял Здесь ничего еще Не было Практически Больших По крайней мере Никаких Современных домов Были может быть Какие-нибудь Халагутки И вот так вот Горы Горы Виды Поля И возможно Здесь же жил Вон принц Какой-нибудь Написано Принц Нуар И вот он стоял Это все мое Это моя земля Красота Не ощущение Очень классное Когда смотришь На это все Вот Понимаете Для меня Вот эти две горы Вот они Вот здесь одна Такая Это не очень высокая В принципе Там даже наверху Какие-то домики стоят И та В принципе Тоже не сказать Что очень большая Но ощущение Такой монументальности Такой глобальности Как будто Ты ощущаешь себя Таким Каким-то комариком Понимаешь Насколько земля Большая Сильная И на какое-то На какое-то мгновение Есть ощущение Что сейчас Они шевелятся Сейчас на них Встанут Просто и Не знаю Пойдут Вот Есть ощущение Живости земли Того что земля живая Того что Это все Вот не просто так Какая-то земля На которой мы топчемся А то что мы На самом деле Маленькие А природа вокруг нас Она глобальная Серьезная С ней шутить Не стоит Вот такие Вот у меня Здесь ощущения У меня тюрки Замка Вблизи Я вам хочу сказать Они тоже Из камня сделаны Сделано очень качественно Особенно вот там Вот Смотрите Такие мелкие Ну блин Вам снова Будет плохо видно А я не могу Наступить Здесь такие клумбы Туда нельзя остановиться Но реально Клево смотрится Действительно Не хватает Каких-нибудь Маленьких Человечек Вообще И это все Настоящие Настоящие Замки Вот видите Здесь написано Абайде Сен-Мартен Дю Канижу Каталони Испания От Арагон Вот он Посмотрите Целый фрагмент Улочки Там даже Вижу Одного Человечка По лестнице Шагающих Красиво 13 век Еще маленькая Такая Халабутка По сравнению С этими Конечно Мини эпичная Бегор Вале Канипад Если Или Компад Если Ошибусь Неправильно Прочитаю Вы уж Не серчайте Да Я по-моему Видел этот Замок В реальности Мы проезжали Очень похоже Хотя Конечно Они все По-своему Похожи Между собой Но Этот Прямо Большой Большой Еще и Большой район Вокруг Замка Ну Уже Все В принципе Мы закончили Это Последний Этап Здесь Теперь Лавочки Можно Сесть И Понаслаждаться Видом Блин Витражи Красивые Не знаю Почему Мне все Витражи Нравится У них Такое Свечение Интересное Как всегда На камеру Они плохо Показываются Это Такая Маленькая Церковь При Замке Сюда Можно было Зайти Помолиться Там Все Такое Всего Лишь Одна Маленькая Комнатка И Ангелок Металлист Металлист Вниз Спускается Мостовая Металлист Встрелы Металлист Металлист Флаг Французский Там Развивается Могли бы Флаг Какой-нибудь Такой Средневековенький Повесить Больше Бо Подходил Мне кажется Конечно Понимаю Да Французский Но Все же Вот Они Те Самые Могильнички Надгроби С Крестами Кругленькие Наверное На латыни Много Написано Честно Не очень И вот Там На французском Есть Там закрыто К сожалению Короткий Путь Хотя Открыто Или закрыто Что нет Там еще Даже Есть Бобей Жаль А то Неохота Опять Наверх Чапать А вот Эти Корыцы Я так понимаю Это гробы Тоже Каменные Гробы Делали Или что Забавно 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 Ну Судя По Размеру Они Не были Слишком Большими Людьми Хотя Может Нифига Это все Таки Не гробы Не Ну Как-то Логично Здесь Надгробие С гробами Да Вроде бы Логично На ванную Это не похоже Точнее Похоже Потому что У них Вот я Вижу Дырочки Какие-то Стеки Чтобы Что-то Стекало Но Все Таки Ванны Ставить Надгробиями Я думаю Они бы не стали Я готов С вами Попрощаться Спасибо За то Что посетили Наш канал И конкретно Этот ролик Посмотрели Ставьте лайк Если понравилось Дизлайк Если не понравилось И подписывайтесь На канал Если вдруг Еще не подписаны Всем пока До новых Видосов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok